Партнер проекта – Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие». Развивайте свой бизнес вместе с нами. Наверное, сфера медицины, потому что я медицинский работник. На медицину всегда есть спрос, на частную медицину. Тем более, люди обращаются не только в государственные поликлиники, но и в частных докторах. По уровню Казани услуги в государственных не всех устраивает. В поликлиниках? Ну, в поликлиниках, да. Наверное, не все устраивает, потому и обращаются в частные. Я думаю, что сфера обслуживания где-то в сфере красоты, потому что это всегда востребовано. Услуги парикмахерских, ну, вообще салонов красоты, там, не знаю, маникюры, педикюры. Я сама очень часто пользуюсь услугами в моем окружении, этими услугами чаще всего пользуются девушки. Я знаю, что это всегда будет востребовано, независимо от того, сколько там доход у девушки составляет. Она всегда теми или иными услугами будет пользоваться. Строительную. На рынке требуются такие услуги. Часто очень. Везде идут строительства. Различные системы нужны, в том числе инженерные. Ну, потому что город растет, развивается, расширяется. То есть нужно модернизировать старые предприятия, здания какие-то. И все, то есть происходит, говорю, обновление систем, в том числе инженерных. Я вот, в принципе, этими занимаюсь. Тенденция все равно на увеличение этого рынка идет. Ну, что-нибудь там связано с услугами, не знаю, что-нибудь связано с детьми. Ну, какой-нибудь детский центр, например, дополнительное образование. Дети же все время как появляются, то есть персоценность нового, какое-то поколение, которое нужно чему-то обучать. И как бы дополнительно в школе как бы обязательно образование, это понятно. А дополнительно какое-то творческое развитие детей, это всегда, мне кажется, пользуется спросом. И родители стараются развивать детей всесторонне, то есть отдавать их на разнообразные направления. Я об этом вообще не думаю открывать свой бизнес. А почему? Ну, я работаю в государственных учреждениях, и меня все устраивает. И работа устраивает, и зарплата устраивает. Ну, работать прежде всего держит. Сама работа творческая интересна. Я в области искусства работаю. Ой, я выбрала ту, в которой сейчас я сама работаю. Ну, открыла бы, наверное, частное предприятие. Стала бы индивидуальным предпринимателем по составлению сметной документации. Хорошая, качественная смета, она востребована. Ну, в нашем городе есть такие работы. Вот, допустим, зоопарк строят, пермский зоопарк. Там обязательно смета нужна была. Вот фонтан тоже строят на Эспланаде. Там тоже смета нужна. Набережная наша Кама. Там тоже нужна была смета. То есть все крупные объекты, значимые у нашего города, идут в составлении сметной документации. Я не решила бы создать свой бизнес, потому что у меня этот опыт есть. И я больше не хочу повторять его. Спасибо. Почему? Ну, у нас слишком сложно вообще быть предпринимателем. Потому что, к сожалению, доходы еще так малы, а ты с первого же дня начинаешь платить налоги по полной. То есть тебе не дают начать, ну, извините, раскрутиться, да, за жаргон. Ну, это очень сложно. У меня, конечно, было совсем небольшое дело, там, частное. И было упрощенное налогообложение, там всего 6%, но даже эти 6% это достаточно, как бы, серьезно. Поэтому, когда я закрыла свое частное предпринимательство, я с облегчением вздохнула. Я бы создавал игрушки для детей. Мне кажется, это очень круто, с учетом того, что ты занимаешься вроде любимым делом для себя, делаешь бизнес, и результаты твоей деятельности осчастливливают ноги вокруг тебя. Для меня, да, эмоциональная сторона очень важна, и она не должна никогда быть выкинута из процесса. Мы просто с женой как раз начали делать небольшой проект, пока у нее как раз чадо пошло наше в садик. И вот сейчас у нас как раз мы делаем первую партию игрушек, развивающих для детей. Поэтому мы надеемся, что у нас все получится.